Валерий Константинович Я хотел бы узнать у вас, вот эта ваша книга, которая стоит полторы тысячи рублей вашими, это советы, да, вот, как выращивать вот эти плодовые деревья, да, что можно делать, что нельзя делать, типа как вот Мичурин, да, вот, тоже книга есть и вон, и советы, да, ваши там, как выращивать, что делать. Я бы ее хотел приобрести, но где-то в осенью хочу приобрести, как это можно сделать осенью. Наверное, я у вас закажу саженцы, этот, хасанский персик, потом вот этот алматинский аппорт и грушу космическую хочу заказать вам. Вот я много ваших видео посмотрел и вот делаю анализы, вот смотрю, наблюдаю по деревьям. Оказывается, действительно, деревья стричь нельзя, они умирают. У меня отец в том году постриг, груши, черешни постриг, они эту зиму не перезимовали, все погибли. Вот его там учили по видео, где-то там, вот, как надо стричь, уроки вот эти дают же, как стричь, надо выстригать деревья. Он постриг, они вот эту зиму не пережили, все поумирали. Вообще, я тоже об этом не знал раньше, я тоже думал, что надо стричь и стриг. Оказывается, этого делать нельзя. Вот эту книгу я хочу у вас приобрести, потому что там, по-моему, много советов, что можно делать, что нельзя. Мы же мало чего знаем, надо почитать, и я думаю, будет все ясно потом. Как, что. Давайте, до свидания. Ответите мне, да? До осени сохранится книга? Нет, останется. Я вот хочу к осени. Пока. Надо деньги собрать на саженца и на книгу. Так, я буду ему отвечать. Там же, в этом самом, в WhatsApp. Ну, кому интересно, послушайте. Значит, уважаемый казахстанец, вы еще не поняли, потому что я не успел сказать. Я не просто вам отвечаю. Я записал ваш голос, и сейчас записывается мой голос. Надеюсь, пригодится всем. Итак, сразу скажу. Книга для вас. Вы больше не будете уничтожать почву, уничтожать деревья. Самое главное, для чего она вам нужна. Вот сейчас, за 2-3 минуты, можно сделать такой рывок всей страной. Не просто отменить дебильные советы, каторжные, ненужные. А просто отменить эти советы, гигантский рывок вперед. Почву искалечили, муравьи уничтожили. Самое главное, ценное в саду, это муравьи. Грибы уничтожили, червей уничтожили, все ходы уничтожили. Значит, вентиляцию, канализацию, аспирацию подземного мира уничтожили. Значит, и перекопав, уничтожили плодородие почвы, уничтожили эти дерны, уничтожили червячные ходы, уничтожили, все уничтожили. А еще это, плодородие, потому что не будет ни дерны, ни листья упавших. Вы представляете, сколько сил тратится, чтобы уничтожить сад? А потом пошли обрезки дебильные, страшные. А потом, это самое, влагозарядные поливы, чтобы до конца угромить все. Вот, и я только начал пальцы загибать. А еще много-много. Вот. Я не понимаю, как страна дошла до этого, как позволили. Где были умные люди, когда дебилы всю страну поразили вот этими миллионами, если брать в количестве публикаций. Вот. Вот этот дикий ужас страшный. Вот, смотрите, книга. Вы спросили, поможет она или нет. У меня, правда, уже четвертая книга. Но, эта книга, я так удачно расположил, видите? Да, тайны. Почему тайны? Что, казалось бы, для меня нету тайны. Я хожу, я все вижу. Я вижу, как дерево залечит свои раны. Вот. А эти самые странные люди говорят, берите нож, вот, вырезайте эту рану, вырезать рану. Представьте себе, что у вас царапина, нагноение, а ты берете вот так нож, и вырезали себе вместе с кожей, с мясом. Вот так вот это. А потом начинаем лечить. А чтобы лечить, человек скажет, а у меня на моем сайте, вон, сколько, всего. Вот. Покупите, купите, купите. А этот я даже четверть процента не рассказал. А вот оно содержание. Вы посмотрите, на каждой странице одна-две темы. Вот страница 35. Внимание. Когда выбирать поздно. Планировка сада, микрозоны, смешанный сад. На одной странице, вы представляете, как сжата какая-то информация. А посмотрите, сколько ее. Это настоящая энциклопедия, равных ей нет на всей планете. Жаль, мне, может, бурчили бы государственную премию, но это лет через 50. Раньше не дойдет. Это надо, чтобы все повымирали, все, кто учил убивать деревья. Они у власти, они не дадут. Не дадут в стране подняться, встать на колени. Потому что встать на колени значит, что практически в саду ничего делать не надо. Еще раз. Посмотрите внимательно, я даже еще чуть-чуть укрупню. Чтобы даже на этом было видно. Чтобы даже было видно на телефонах. Вот так вот. Еще раз сверху. Вот это есть. Это настоящая энциклопедия, равная ей на всей планете нет. Вот это я хотел вам сказать. Теперь, значит, хватит ли? Наверное, до осени хватит, потому что ее особо не покупают. Вот. А у меня, только у меня не считают расценка. 500 экземпляров книг лежит. А вот книга, равная ей, а во многих отношениях превосходит по... Потому что она не такая сжатая, здесь только самосоль. Самосоль, внимание. Вот. Вот это вот. Потом вернетесь, внимательно прочитаете. Что вам надо, что не надо. А вторая книга... Ну-ка, где она у меня? А вторая книга... А вторая пуля... Ударила коня. А вот с этой вот скоро остаемся. Тут вопрос, кто успеет. Сейчас я потише делаю. Не потише, а поменьше размер. Вот. Это мой каталог. Семен, кстати, все лето буду продавать семечки сухие. Уже 22-го года. Они не портятся. Вот. Вот это остался электронный вариант. Вот это. Есть и электронный вариант. И еще осталось десяток книг. Все на этом. И больше никогда не будет. Та же, как просят книгу, которая называется «Овный сад. Как перекрыть климат». Ну, пожалуйста. Да где же я возьму, себе храню одну на память. А 10 тысяч разошлось. Кто-то в библиотеках их видел на Дальнем Востоке. Вот. Ну и больше нет и не будет. Никто издавать больше не будет. Все. Нет. Среди нас был бы олигарх. Он бы сказал. Ну, я сейчас быстренько 10 миллионов перегоню. Давайте печатайте дальше. И рассылайте по школам. Вот. По учебникам. По... То есть это. По институтам, по университетам, по академиям. Мне 10 миллионов не жалко. Мне все равно когда-то помирать хотя бы это. Заработаю право. Вдруг в раю место достанется. Вот. После всего, что я натворил на земле. Вот так, друзья. Ну что. Я ответил на вопрос человека. Вот. И на этом пока все. Вот. И он меня все это время слышал. И это и будет мой ответ. Слышал меня целых 7 минут. Ну что. Будем прощаться. Давайте я останавливаю. Вот. Так хочется сказать. Налетаюсь. Нет. Нет такой книги. Видите, сколько... Ой. Я же вам рассказывал. Абаза. Меня приглашают на 2 дня туда разбираться. Сад 8 гектар. Тысячи, тысячи, тысячи умирающих деревьев. Боже мой. Что? Человек взял книгу. Директора завода. Делать ему было не хрен. Садовод хренов. Он сам сказал. Позорьте меня. Статья была выпущена. Потом была глава в книге сделана. Почему? Потому что своими руками уничтожил. Они так дебильные были саженцы. Страшно смотреть. Назал сразу костер. Нет. Посадил. И давай изгаляться. Листая книгу. Страница такая-то обрезка. Страница такая-то подкормка. И давай туда пол ведра. Где он только взял эту залу мокрую. Чтобы сгноить основание штамба. А потом страница такая-то оборождавание. Но это мы проходили. Вот и сравнивайте. Книга по уничтожению в саду. И книга по спасению. Еще раз на нее глянем. На эту книгу. Полюбуемся. И до свидания. Это я все выключаю запись. Продолжение следует.